В актовом зале районной администрации состоялось очередное рабочее совещание. Вначале торжественно наградили предпринимателей, получивших знак качества «Сделано на Кубани». Поздравили с профессиональным праздником и сотрудников районной налоговой службы. Первым рассмотренным вопросом повестки дня стали меры обеспечения безопасности населения на водных объектах в зимний период. С федеральным законом 131 ФЗ органы местного самоправления обязаны проводить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. В рамках исполнения данных обязанностей необходимо организовать деятельность по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Обсудили вопрос готовности служб к работе в неблагоприятных погодных условиях. Все поселения сейчас находятся в процессе подготовки к зиме, кроме одного. Одно поселение не готово вообще, это, к сожалению, Черноморское. То есть в наличии только один трактор, песчано-соляная смесь не закуплена, договора на привлечение дополнительной техники не заключены. Обсудили также обеспечение работы пожарных гидрантов. Поселения выполняют ремонт и систем противопожарного водоснабжения по результатам проверок. Находятся в контакте с управлением по делам ГО и ЧАЭС пожарными. Здесь черноморское поселение снова отметили в негативном ключе. Обеспечить пожарную безопасность своих граждан оно не спешит. Осенью, то и весной, на протяжении нескольких лет, у них постоянно не меньше 20 гидрантов находятся в строю. Постоянный вопрос – выполнение поручения губернатора по замене водопроводных сетей. В данный момент его выполнили все поселения, кроме трех. В Северской сейчас активно занимаются этим вопросом. Работы сегодня уже начались, я уже группу сбрасывал, буду сам лично контролировать. Думаю, в 20 декабря мы выполним. То есть тогда у нас получится 5780 метров. А вот черноморское и новодмитриевское поселение план по замене труб скорее всего не выполнят. В новодмитриевское средство уходит на погашение долгов по электроэнергии. А в Черноморском сейчас возникли вопросы к уже выполненным работам. Редактор субтитров А.Семкин